Warlow Warplanes позволит ощутить себя настоящим воздушным асом. Более 40 просторных локаций, свыше 280 самолетов разных наций и ураганные сражения 12 на 12, где решают скилл и слаженная командная работа. Бывалых пилотов порадуют новые немецкие бомбардировщики, а новички при первой регистрации с инвайт-кодом получат 3 дня премиум аккаунта, запас кредитов, бомбер третьего уровня и полностью прокачанный экипаж. Плюс новая система обучения, позволяющая заработать немного игрового золота. Думаю, сразу стоит упомянуть о том, что создатели Бамблби позиционируют фильм как приквел к ранее созданным фильмом Майкла Бэя. То есть это одна вселенная. Просто события встречают нас ровно за 20 лет, как Сэм Вуд Уики повстречает желтый комара и жизнь его изменится навсегда. И как все, наверное, помнят, Оптимус Прайм прибыл на Землю в 2007 году, в первичной протоформе трансформера, и лишь затем скопировал тягач и стал напоминать грузовик. Сейчас же на Кибертроне Прайм уже имитирует земной грузовик G1. Та же самая проблема и с Бамблби. Плюс, который не раз не бывал на Земле, знаком с терминологией слов землян. Прости, опоздал, застрял в пробке. Да, и начать повествование с войны за Кибертрон – отличная идея. Но можно же было слегка обмолвиться о пролетарском происхождении автоботов. Рабочие автоботы против военных десептиконов – один из главных конфликтов франшизы. Летающие против нелетающих, слабые против сильных. Если не сейчас, то когда? У всех огнестрельное оружие дальнего действия, но лидеры автоботов десептиконы пытаются прикончить исключительно в рукопашную. А погибают десептиконы, даже если в них куском железа швырнуть. А может с этого и стоило начать? Особенно, когда у вас куча роботов, способных летать. Интересно, из чего и как? Ну, как-то топорно. Согласен, есть миллионы других планет в галактике и куча других автоботов. Почему они будут обречены, если Би потерпит неудачу? И странно, что Оптимус отправил на защиту Земли всего одного бойца. Неужели Прайм думает, что планета Земля соизмерима с деревенским хутором? Чтобы долго не искать зацепку для экшена, капсула с Бамблби по чистой случайности рухнула аккурат в расположении отряда спецназа США. И как и любая инопланетная спускаемая капсула, это также спроектировано по принципу. Тормоза в гробу видала, все вокруг я разграбала. И кто-нибудь объяснит мне, какого черта вы жжете Напалмом своих же солдат? Профессиональный военный не различает падающий с неба горящий объект от Напалма. Бывает. В чем смысл Би сканировать джип и трансформироваться в него, если он только что на Кибертроне и так был в облике машины? О чем еще даже свидетельствует его форма? И минуты не прошло после инцидента, как тут же объявляются вооруженные Хамби, словно за соседней сосной дежурили. Еще и уже со специально заготовленными гарпунами, которыми данный вид техники сроду не оснащался. После того, как Би заблокировал дорогу, военным потребовалось меньше минуты, чтобы освободить проезд от упавших деревьев и настичь трансформера у шахты. Чего там, вон даже пешие солдатики от машин не отстали. Когда тебе требуется допросить беглеца о месте нахождения Оптимуса Прайма, лучше всего начать допрос ракетного удара. А затем провернуть еще парочку смертельных ситуаций. И если беглец все это переживет, то можно попытаться и допросить. Говори, где прячутся твои дружки. Если нужно соответствовать канону и превратить Бамблби в молчаливого робота, Десептикон с радостью подыгрывает, и вместо того, чтобы прикончить Би, только лишает его голосового сенсора. Классика жанра. Злодей ведет беседу ровно до того момента, пока герой не воспользуется контрмерами. Я вот не понимаю, смысл было на последних секундах жизни искать подходящую машину, если он уже может трансформироваться в джип. А если бы ему не хватило времени найти нужный образец? Чем его джип не устраивает? Или Би 5 минут на планете Земля, а уже в курсе, какой автотранспорт меньше привлекает внимания? И еще, в последнем рыцаре нас просветили, что Би еще в 44-м помогал союзникам в борьбе с нацистами. Теперь оказывается, он прибыл на Землю только в 87-м. Более того, в первых трансформерах у Желтого было задание отыскать искру, и только после вызвать отряд автоботов. А здесь Оптимус отправляет шмеля на Землю с миссией создания плацдарма для соплеменников. Ну и пока Бамблби впал в спячку, нас знакомят с главной героиней. Девчонка, которую на протяжении всего фильма будут показывать, как ребенка со сложной судьбой. Я сдаюсь, я без тебя не справлюсь, пап. Бедняжка, что случилось? Отчим-насильник или она сирота полная? Ха, да нет. Девушка имеет вполне себе нормального отчима. Мать, дом и не где-нибудь, а в Калифорнии. То есть не по общагам тыркается. Да, у девушки умер отец, но она ведет себя так, как будто весь мир ей должен. Начиная с того, что орет и требует у матери деньги на машину. Это мой день рождения. Идеальный повод подарить мне деньги. Всего-то 500 баксов, чтобы починить корвет. Непонятно, почему именно требуя, почему и так срочно, и почему само не заработать. Герой Лабафа именно что собрал на пол тачки и хорошей учебой заслужил вторую сумму от отца. То есть паренек старался и что-то делал, чтобы судьба подарила ему машину. А здесь обычная малолетняя хабалка. Да, и данный фильм просто калька оригинального фильма 2007 года. Там пацан, здесь девчонка. Оба мечтают о личном автомобиле, имеют похожую собаку. Там мать за Петросяна, здесь отчим. Над девчонкой также глумятся сверстники. Оба встречают трансформера и становятся участниками инопланетной разборки, где принимают ключевое участие. Только девчонке везет больше, случайно находит жука, а хозяин мастерской просто отдает ей машину в честь днюхи. Жук твой. С днем рождения, Чарли. И странно, каким образом Би оказался в мастерской, а не у военных. Им стоило прочесать лес после битвы в поисках желтого автомобиля, раз они видели, на что был способен пришелец. Ну и чтобы сюжет не встал колом, посланный жуком сигнал так удачно ловит на Сатурне автобот, которого именно в этот момент прессует законная власть Кибертрона. Но почему опять ключевой момент сюжета преподносится через ленивые и случайные совпадения? Нельзя было так все обыграть. На землю за Бамблби был отправлен Десептикон, который давно не выходит на связь по причине гибели. Почему у коллег по цеху это не вызвало подозрений, что может его на земле давно грохнули? И стоит проверить эту планету на предмет автоботов. Куда логичнее, чем пихать случайно пойманный сигнал. Тем временем Чарли притащила жука домой и сама не подозревая пробуждает робота. Тут конечно любой проснется, когда в шары фонариком светят. Но Ашмель после тяжелой драки и затяжной перезагрузки потерял память. После чего начинает вести себя как беспомощный малолетний ребенок. С чего это вдруг боевой робот после потери памяти стал себя так вести? У сценаристов удобный ответ, просто чтобы он стал милым роботом. Если тебя найду, то скорее всего запрут в лаборатории и разрежут на кусочки. Давай потренируемся, готов? Да, и поэтому мы пришли хоть и на пустой, но на сотню метров открытый пляж. Вертолет будет пролетать или какой-нибудь любитель с биноклем. Не знаю, что мешало в этом лесу потренировать робота. Война продолжается. Оптимус Прайм на земле еще не был, но передает сообщение для Бамблби уже на английском. И вот на Бамблби накатывают воспоминания, где Прайм в один ствол крошит неприятеля. И очень жаль, что нам не показали, как он вырвался из подобного окружения. И как покинул Кибертрон, особенно после того, как стартовая площадка была уничтожена. Да, немаловажный факт, в фильме перевернуто гендерное восприятие. Девочка представлена как мальчик. Сильная, уверенная, решительная, гаражный бокс для нее дом родной. Подлезть под пыльное днище машины самый смак. Какие к чертям собачьим цветочные букеты в вазах и косметика. Зато соседский паренек. Ммм, его дело тухлое. Он на подхвате, она цикнет, он содрогнется. Инициативы от него не жди. Ты, конечно, орел, с вопросами своими премудрыми воздержись, пока понял. Твой номер шестнадцатый, помалкивай в трубочку, ясно? Помалкиваю тебе, говоря. На протяжении всего фильма шершень всего лишь домашнее животное для малолетней психованной обиженки. Защищать, кататься и мстить красотке за прилюдные оскорбления. Немного мимишности, никаких отношений между различными формами жизни толком нет. Они подружились, потому что так надо. Ну и пока девочка забавляется с роботом, на землю прибывает та самая парочка Сатурна. И я, честно сказать, в тупике. Как после такого тяжелого приземления от десептиконов хоть что-то там осталось? Если, как показала практика, трансформеры довольно непрочные ребята. И спасибо рейтингу плюс шесть за то, что мощное оружие роботов, способное разрывать металл, превращает людей не в кровавые мясные ошметки, а в бесцветный кисель. Они уверены? Да, сэр. Двое таких же замечены в Техасе. Они быстро движутся на запад. Все двое коня, Симонс. Смотри, не пукни от своей пафосной крутости. И пустынного орла не обязательно прямо в кабинете передергивать. Джон Си! Да, и набивать первую стрелку инопланетянам можно было и в совершенно пустом поле. А то, не дай бог, начнется Майкла Бэйвщина, сопутствующим ущербом пойдут еще и линии электропередач. Первый контакт с инопланетными существами. Я всю жизнь ждал этого момента. Работники сектора 7 кипятком писают от встречи с внеземной цивилизацией. Хотя у них мегатрон уже лет так 40 под плотиной гувера замороженной находится. Десептиконы вешают воякам лапшу, что они, мол, межпланетные опера и ищут отпетого отморозка с погонялом желток. И чтобы отследить желтого фраера, нужен доступ к спутникам. А лучше сразу ко всей телекоммуникационной системе армии США. Министр обороны сначала вроде по здравомыслию отказывает, но прогибается после подобного довода. Если мы им откажем, они передадут свои технологии русским, уверяю вас. Да, вот так. Штабные дегенераты ставят угрозу со стороны СССР выше инопланетной. Ну а молодежь продолжает угорать с трансформером. Уходят от полицейского, раздолбав тому тачку. А утром, уходя на работу, Чарли, зная, что желтого жука будет искать полиция, предусмотрительно оставляет его в гараже. Вот только попросить соседа присмотреть ума как-то у нее не хватило. И это при том, что она в курсе, какой робот до наивности туповатый и непредсказуемый. Ну и чтобы желтого беглеца сумели отыскать, тот как по команде решает сунуть пальцы в розетку. Что происходит? Думаю, мы его нашли. Из чего это вдруг замыкание повыбивало трансформаторы, если четко видно, как Би сует пальцы в линию заземления. После чего должно было произойти чем больше, чем ничего. О, господи! Мам, прости меня, это я виновата. Но маме как-то до лампочки, что имущество в доме полностью уничтожено. Ее больше интересует, чего там дочка постоянно торчит в гараже. Из-за которой ты торчишь в гараже круглые сутки. А потом еще и спокойно отпускает дочурку, даже не выяснив, что конкретно произошло в доме. Наверное, у них такие погромы еженедельно проходят. Десептиконы выехали за Бамблби в сопровождении военных. Но засаду устраивают только земляне. Только лишь после того, как Би сбегает, объявляется злобная парочка. Причем в форме летающей техники. Что позволило бы им добраться до Би гораздо быстрее военных с их вседорожниками. Ну вот опять, вам же его сначала допросить надо. Да, и от такого взрыва Чарли как минимум должна была стать легче на вес в две ноги. Бамблби прекрасно владеет своим телом, трансформируется и проделывает прочие фишки. Но вот боевой режим у него включается произвольно и неожиданно, что он сам от этого офигевает. Дальнейшее поведение военных не поддается хоть какой-либо логике. Вяжут, значит, Бамблби шокерами и отдают в распоряжение десептиконов, а сами укатили допрашивать родителей Чарли. Конечно, это куда приоритетнее задача. Чарли тут же спокойно покидает дом, потому что допрашивать ее никто не собирается. Сколько милитаризированный пришелец у нее прожил, чего рассказывал, как вел себя, что творил, военным как-то пофигу. Ну и Чарли решает действовать. Но где искать Би? Но выводит из тупика девушку вовремя включенный телевизор. В настоящий момент... Если Бамблби еще жив, они держат его там. А это точно известно? Нет! Ну а дальше дело техники. И на военную базу США можно пробраться при помощи кусачек. Даже у Бэя подобного дебилизма не было. Силовики США были какой-никакой но силой, с которой приходилось считаться. И почему Дисы до сих пор живы? Министр дал четкие указания после поимки Бамблби. Я разрешаю уничтожить их. Разобрать на запчасти. А их оставляют наедине с одним ученым без какой-либо охраны. Где во время допроса запускается вторая часть послания Прайма, раскрывающая истинные намерения десептиконов. Защищай эту планету. Если десептиконы найдут ее, наш народ будет обречен. После чего десептикон Шашатер планирует послать сигнал на Кибертрон при помощи радиовышки и МКС, которую так-то выведут на орбиту только 20 ноября 98 года, через 11 лет. И пока Дисы обсуждают план нападения на Землю, ученый, прекрасно осознавая, чем это для него сейчас закончится, даже не думает потихо слинять отсюда. Потому что передавать по рации сведения можно только в статичном положении. На ходу, ну никак. Это залет, воин. Дропкик наглухо валит желтого автобота, что нисколько не мешает Чарли тут же его оживить при помощи электропушки, которыми до этого его успешно глушили. Чудеса, хотя вроде как мертвого трансформера в состоянии оживить только Искра или Матрица Лидерства. Ну что ж, реанимация автоботов только что пополнилась самым бредовым методом. Ну и раз дело к финалу, то пора бы и памяти вернуться. Хватит строить из себя малолетнего дурачка. Тут надо парочку десептиконов по-взрослому отлюбить. На собственной базе вояки открывают двери при помощи Си-4. Угу, жалко, что сразу самолетом не таранят. Классика жанра, взрывная волна всегда заботливо отбросит от эпицентра взрыва. Само собой, драться за себя сил не хватает, но за обиженного друга... А так дело! ...всех на британский флаг порву. Тогда сражаемся. Так, во-первых, откуда Бамблби знает, где находится радиобашня? Шаттер о местоположении ничего не говорила. Я нашла башню для передачи сигнала. Она близко. Близко – понятие растяжимое. Во-вторых, для чего он берет Чарли с собой? Память к нему вернулась, и он прекрасно должен отдавать себе отчет, насколько опасно брать подростка на разборку с двумя десептиконами. Ну а в-третьих, девчонка и сама должна врубаться в то, что четырехметровые роботы будут далеко не снежками перебрасываться. А вот парнишка красава. Выезжайте, я задержу этих глядов. Грамотно отмазался, чтобы не лезть туда, где можно без башки остаться. Хотя Чарли для прикола могла бы поинтересоваться, чем и как он собирался задерживать военных. О, на КПП танки и целый отряд военных? Где они, интересно, были, когда минуту назад Бамблби из ихних коллег шашлык делал? Прибыв в порт, Бамблби прячет Чарли в мусорный бак, а сам сходу и необдуманно приступает ставить палки в колеса десептиконом. Вместо того, чтобы незаметно подкрасться и сделать один прицельный выстрел в панель управления, производит серию безрезультатных выстрелов по мачке, чем себя еще и обнаруживает. При этом Би превратился в абсолютно здорового трансформера, способного выдерживать катастрофические повреждения. Хотя на протяжении фильма от него постоянно отваливались части, и имел он в своем теле кучу поврежденных систем. Ракета десептикона может развалить к монахам самого десептикона, но не может причинить вреда мусорному контейнеру с главной героиней. И еще вчера на Сатурне дропкик своими клинками разрезал автоботов как нож масла. Сейчас как-то решил про них не вспоминать, а то не дай бог еще победит. Более того, этот остолок может трансформироваться в боевой вертолет, и с воздуха расстреливать желтого хоть до посинения. Но когда это до него доходит, дурачок с Кибертрона забывает про такое важное понятие, как дистанция. Короче, имея в распоряжении кучу эффективных решений, как разделаться с автоботом, десептикон, как раб сценариста, предпочитает меситься с автоботом по его правилам, пока не получает повышения и не отчаливает на небеса. В городе бесчинствуют три инопланетных робота? Пошлем один транспортный вертолет с пулеметом. Экономия должна быть экономной. Мало того, что пушка Шаттер не разносит вертолет в дребезги, так и сам вертолет падает исключительно в то место, где его без проблем может подхватить добродушный автобот. Но Барнсу просто сказочно везет. Судьба так и берегет его для сиквела. Девчонки, естественно, на месте не сидится, и вот она уже у центральной панели отрубает передатчик, где в нее, разумеется, не может попасть Шаттер. А Бамблби за секунду до гибели Чарли забирает на себя внимание последнего десептикона. И здесь сценарист просто берет и накрывает автобота сильнейшим защитным полем. И сколько бы его ни хреначили, ему все ни почем. Клише, злодей вместо того, чтобы доделать начатое, теряет драгоценное время на болтовню. Еще и отвлекается, позволяя врагу себя сковать. Мы оба погибнем! Ну а чтобы поставить в этом конфликте финальную точку, автоботу на помощь приходит нужных размеров корабль, который мало того, что так удачно находился прямо за воротами, и который еще не был пришвартован к причалу. Ну да, в маленьких городах Америки, видимо, принято бросать корабли свободно дрейфующими. Бамблби совершенно не пострадал и находится в полном порядке. Но необъяснимо решил поваляться на дне. И дождаться, пока Чарли там переборет свой страх и сиганет к нему с опупен на огромной высоты. И судя по тому, что Чарли спокойно продолжает разъезжать по окрестностям Сан-Франциско на желтом пришельце, правительство и военные полностью забили на его существование. Ни дороги не перекрыты, ни поиска с воздуха. Всем барабер! Оптимус Прайм со своей компанией автоботов прилетел на Землю на 20 лет раньше. Неужели лидер автоботов, образец морали и порядочности, в 2007 году Сэмуут Вики по ушам ездил? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ждёшь финал Игры Престолов? вспомни, с чего всё начиналось. Король Роберт Баратеон. Убит свиньей. Лол. На канале Ильи Кролика отличные пересказы первых сезонов. В веселой форме они напомнят все нюансы глобальной истории. Заходите и оцените сами. Хороший удар, пес! А-а-а! Бич!